Ребят, всем привет! Ну что, сегодня мы с вами едим роллы. Это роллы я эти никогда не пробовала. Это я нашла такой корнер, называется фугу. Попробуем, какие они здесь на вкус. И давайте приступим. Палочки. Если честно, я очень голодная. Сейчас шла с тренировки и увидела эти роллы. И подумала, ну как бы надо, надо. Я не знаю, как что называется, ребят. Как у них, какие названия. Поэтому Ноцарльт Первый разваливается. Оп. У меня никогда в жизни роллы не разваливались. Боже. Офигеть. Ну, ладно. Видео, на самом деле, меня потолкнуло записать моя любимая подписчица. Мне кажется, она мой soulmate. Потому что такие вопросы прям в точку задает. И, ну, меня это заинтересовало. И, понимаете, когда я прочитала это, я подумала, да, я хочу это обсудить. Но я бы сама до этого не додумалась. Вот она мне так помогла. Ее вопрос звучит так. Она пишет, есть ли у тебя мечты, которые так и не стали реальностью? И, скорее всего, не станут. Есть ли мечты, которые преследовали тебя с детства? Как думаешь, почему люди предпочитают жить, как все они, идти за своей мечтой? Мне страшно, что проживу в мучениях о призрачных мечтах, которые так и не сбудутся. Ребята, если честно, давайте, наверное, сначала начнем. С детства я была очень артистичным ребенком. Вы знаете, я именно тот ребенок, который на всех праздниках такой, типа, супер... Все, наверное, дети суперактивные на всех праздниках. Но мне нравилось, допустим, выступать перед гостями. Мне нравилось смешить. Мне нравилось, когда на меня обращают внимание. Я чувствовала себя в своей тарелке, когда я нахожусь в центре внимания. Когда я кого-то смешу. И вот мало того, что я была артистичная, плюс у меня был прямо... Ну, не дар, конечно, но я очень-очень-очень любила рисовать. Эта любовь была настолько сильной, что я... Знаете же, как я делала? Мне бабушка покупала альбом. Я садилась и не вставала, пока я его полностью не изрисую. У меня прямо, знаете, была цель закончить альбом. Помимо с этим, я очень любила телевизор. Мой любимый исполнитель был Киркоров всегда. Но я буквально-то, когда он выступал, бежала и целовала телевизор, что вот он мне очень нравился. Так, смотрите, это у нас что-то необычное с гребешком, по-моему. Такой вот гребешок. Вот. И так, собственно, я прожила в таком режиме до 6 лет, наверное, пока мне не отдали в художественную школу. Ну, мне действительно очень нравилось рисовать. Но еще больше мне нравилось... Я мечтала всегда о кино, о театре. Когда я тоже была маленькая, раньше была реклама по телевизору в школу Останкина. Коты. Кто у Билана продюсер? Скажите мне. Она плющенькая, она сейчас замужем за плющенька. Какая? Диана Рудковская. Не знаю, может быть, она раньше занималась с детьми. Там, до Билана. Но вот я еще маленькая была, ходила в сад, в школу точно не ходила. И прямо вот была реклама, типа, Яна Рудковская набирает детей. И для меня эта реклама была, ну, очень интересна. Я всегда слушала и думала, как жалко, что не живу в Москве. Я бы хотела очень там быть. Но знаете, в чем парадокс детей вообще? Это с крабом. С палками. С настоящим крабом. Парадокс детей в том, что я думала, но я свои мечты никому не озвучивала. Я не знаю, почему. Может быть, мне казались они несбыточными. Может быть, еще что-то. Но все мои мечты так и остались мечтами. Я никому о них не говорила. Если бы я озвучила, допустим, что я хочу играть в театре, что я хочу быть актрисой. Может быть, меня бы как-то и куда-то отвели. Но я не озвучила ничего. Просто молчала и мечтала. Вот. Ну и бабушка меня как бы сама пристроила в художку. Потому что там было прям реально очевидно, что я... Ну, как бы у меня получается рисовать. А то, что у меня получается еще там всех веселить. И знаете, я была самым веселым ребенком. Мы играли в такую игру. Ну, как бы ребята сидели в ряд. И кто-то один смешит. Ну, и забирает ботинки. И потом что-то там ботинки расставляешь. Дети бегут за ботинками, кто играл. Ну, короче, что-то такое. Там какая-то такая игра. Но это было рассмешить. Я обожала быть в роли того, кто смешит. И я всех всегда смешила. То есть я прям была лучшая в этой игре. Все вот эти предпосылки, они были. Ну, окей. Родители не заметили. Я взрослею. И в 13 лет где-то я вижу видео Ромы Желудя. Где он еще маленький мальчик такой. Подросток, мой ровесник. Он снимает. И многие девчонки типа, вот Рома Желуд, там мой краш. Краша раньше не было. Классный мальчик, люблю его. У меня вообще такого не было. У меня была единственная мысль, когда я смотрела Ромы Желудя. Я хочу так же снимать. Я хочу так же снимать. Но опять же, я никому об этом не говорила, что я хочу снимать. Все опять я в себе хранила. И думала о том, что да, я хочу снимать. Но это нереально. У меня же нет камеры. Ну, такие мысли. Типа это нереально. Мне всегда казалось. И так я живу до встречи там со своим будущим сейчас мужем. И в какой-то момент я просто начинаю муныть, что, боже, как я хочу снимать. Но боюсь. Потому что я настолько это в себе загасила, да, эту свою мечту, что я просто, знаете, ну, я боялась реально очень сильно. Я боялась, что меня осудят. Я боялась, что надо мной будут смеяться. И вот это все, я вам серьезно говорю, мне там было 21 год, 22. Мне первое там видео сколько вышло, я не помню. Ну, 23, может. И я так боялась. Просто невозможно. Я так стеснялась. Но при этом я очень этого хотела. И я очень ему благодарна, что он меня поддержал. И буквально, знаете, сказал, да ты мне задолбала. Делай уже хоть что-то. Ну, как бы не надо только об этом говорить. Боже. Аж картина упала. Типа делаю хоть что-то. Вот. И я помню, как я, знаете, решилась на это первое видео. Это было просто тоже что-то с чем-то. Я думала, что я в космос полетела. Ну, то есть, понимаете, да, то есть я всю жизнь об этом мечтала. И, ну, как бы некому было мне, так сказать, помочь в этом. Кать, Катя, давай. Ну, то есть у меня были подружки, кто говорил, ты такая там артистичная, ты такая. Ну, знаете, это все слова со стороны. Когда тебя реально никто не подтолкнет, там не скажет, там, дай мне руку, я с тобой, все, вперед. Ты это сделаешь через страх. И если вы увидите мое первое видео, там, ну, понятно, я там вот так вот снимала. Еще у меня есть видео самое первое, где я с лицом, как бы, я как там трясусь. Ну, как бы видно, что я там абсолютно не так уверенно говорю, как сейчас. И вот по поводу мечты, я вам скажу так. Так, моя главная мечта всей моей жизни, правда, девочки, это было именно снимать, не снимать ролики, да. Мне, кстати, нравится снимать, нравится мартировать. Не снимать, а, ну, как бы, быть там, либо, ну, вот мне казалось, просто, знаете, как бы, блогерство и блогерство. Просто раньше я же маленькая была, не понимала, что такое блогерство. Ну, как бы, я только знала такую профессию, как актер. Мне казалось, вот, вот это мое. И смотрите, какая красота, да. Вкусный, кстати, нормальный ролик. Ну, знаете, откуда еще уберется в этот страх публичности? Все же люди вокруг думают, что у тебя ничего не получится. Мы же, типа, знаете, я жила в высшей семье. Катя, мы обычные люди. Куда ты лезешь? Зачем тебе это надо? Не дури. Это не профессия. Это не работа. Этим ты не заработаешь. И по итогу вот эти вот тупые какие-то убеждения, они в голову, ну, как бы, въедаются. И ты уже ничего не можешь. Ты как будто по рукам и ногам связан. Ты хочешь, а не можешь. Потому что этот страх, осуждение, который тебе навязали там собственные родители, семья, друзья, и никуда от него не деться. Поэтому, если у вас есть, да, внутреннее такое желание, которое, знаете, оно с возрастом становится настолько слабым, но оно тебя так подпиливает изнутри. То есть ты не можешь быть полностью счастливым. И даже у меня, знаете, как было? То есть все хорошо. Вот правда, там, я могу быть где-то в отпуске, да, там, с близкими, но у меня не было удовлетворения, что я делаю то, что мне нужно в жизни. То есть все мои работы, они не давали мне этого. Вот, и не могла, короче, я себя почувствовать счастливой. Это, видимо, тоже гребешок такой. Слушайте, хорошая шуша. Вот если есть этот звонечек внутри, надо делать. Через не могу. Через не хочу. Через что угодно надо. Потому что это по итогу вас... Вот меня бы, знаете, к чему это все привело? Мне бы это все привело, наверное, к чему-нибудь не очень хорошему, потому что это постоянно подавленная какая-то такая эмоция, которую тебе нужно... Тебе, ну, хочется ее испытывать. У меня это было, знаете, жажда какой-то такой... Ну, публичности, да, я бы сказала. У меня прям конкретно это было. И если бы я всю жизнь-то подавляла, ну, я бы не прожила эту жизнь счастлива, честно. Актеровство, наверное, не мое, вот, а блогерство это то, через что я смогу выразить, да, себя хотя бы. Но я бы могла не попробовать. И также продолжить бояться. Бояться что-то сделать, как-то рыпнуться, знаете. И, как многие люди, как многие люди боятся из-за навязанных каких-то стереотипов, страхов. Типа, это не работа, этим деньги не зарабатывают. Иди работай там, ну, не знаю, там, на самые... Какие у нас это самые популярные профессии? Иди вот на них учись, а об этом думать забудь. Но, по факту, то, о чем вы думаете, да, таким образом, это и то, что принесет вам счастье по итогу. Не знаю, я бы не смогла, наверное, без этого быть счастливой. И, ну, в данный момент нельзя сказать, что я прям, да, полностью удовлетворена. Я постоянно развиваюсь. Формат мукбангов для меня, ну, он близок, он мне очень нравится. Знаете, это те видео, когда ты смотришь, и тебе просто, ну, нормально, хорошо. Ты как будто бы со знакомым сидишь и болтаешь там где-то в кафе, в гостях. Обалденно. Ребят, спасибо большое, что дошли на канал, посидели со мной, поели. Мне, правда, приятно. Сегодня такой, знаете, у нас разговор по душам. Рассказала вам то, что, ну, действительно, меня тревожило, да. И я, честно, вот до того, как я стала снимать видео, я не могла найти себе место. Я бы себе, наверное, его и не нашла, потому что нет такого места, которое бы заменило. Ну, вот эту вот коммуникацию с большим количеством людей, и ты же чувствуешь это. Это, допустим, я вот выкладываю видео, я просто не могу, знаете, там перестать смотреть, там, кто поставил лайк, кто прокомментировал. Ну, потому что это важно. И, ну, наверное, так делают все, да, кто снимает, потому что ты вкладываешь в эту душу, и ты смотришь постоянно отклик. Вот. Поэтому большое вам спасибо, что смотрите меня, вы даете мне силы снимать дальше. Вот. Поэтому подписывайтесь. Ну, и, собственно, все. Всем пока.